Непобедимый флотоводец Фёдор Фёдорович Ушаков был известен не только в русском мире, но и хорошо знаком нашим врагам. На всём Востоке его называли «ушак-паша». А своеобразным признанием заслуг противника для адмирала стала высшая турецкая награда – серебряное украшение, инкрустированное алмазами и бриллиантами. Она имела форму цветка, от которого исходило 13 лучей, и обычно крепилась на тюрбан, как знак храбрости. Вручили ему эту награду от имени турецкого султана. Это высшая награда Турции военная, за заслуги за военные. Это уникальная награда. Она вообще-то была не просто драгоценностью, она была очень большой драгоценностью. Например, в членке Нельсона было более 200 алмазов и бриллиантов. Фёдор Ушаков – второй в истории европейский адмиралу достойный такой награды. Бесценную брошь флотоводца передал султан Селим III за взятие крепости на острове Корфу. Первым адмиралом и достойным челленга годом ранее стал британец Горацио Нельсон. На портретах Нельсона, адмирала Горацио, мы видим эту же награду, но с ней не расставался. Нам известно о том, что Нельсон и погиб во время боя при Тарфальгаре. На шляпе у него был вот этот вот алмазный султан. Фёдор Фёдорович Ушаков тоже, скорее всего, носил эту награду очень долгое время. Но однажды Фёдор Фёдорович расстался с таким богатством. 200 алмазов, украшавших восточный цветок, он пожертвовал на благо Родины. Мы знаем о том, что в 1806 году началась война России с Турцией и Францией. И наш адмирал, будучи главным командиром Балтийского грибного флота и находясь на своей должности в Петербурге, он пожаловал эту награду в казну для пополнения нашей казны, для ведения боевых действий против Турции. Но это был его гражданский долг, он и так ощущал свой долг. Известно, что буквально через несколько дней награда была возвращена адмиралу. Указом Александра Первого 14 января 1807-го алмазный знак вновь оказался у Ушакова, как свидетельство сверхвоенных его подвигов и примерное поревнование ко благу любезного Отечества. Считается о том, что после смерти адмирала, который не имел прямых наследников, его наследники по разным линиям, они, скорее всего, разделили эти алмазы. То есть была такая традиция, что из наград изымались бриллианты и алмазы и делились между наследниками. Скорее всего, это и произошло с наградой Фёдора Фёдоровича Ушакова, поэтому до нас она не дошла. 14 января этого года спустя 217 лет в клубе музея ВМФ в Севастополе открылась часовня в честь праведного воина Фёдора Ушакова. Здесь же появилась уникальная копия алмазной награды, которая украсила копию мундира адмирала конца XVIII века. Все награды Российской империи, все высшие знаки доблести, которые был удостоен наш замечательный адмирал. Здесь и орден святого Георгия Победоноса второй степени, здесь орден святого Владимира, здесь одна из высших наград государственных – это орден святого Александра Невского, и не простой орден, а с алмазными знаками, здесь орден Иоанна Иерусалимского. Помимо мундира, часовню украсил портрет Ушакова, написанный неизвестным художником. По мнению историков, автором мог быть грек, знавший адмирала во время его средиземноморского похода. Картина вдохновила современных мастеров на создание иконы, с которой севастопольцы отправятся в морское паломничество уже в июле этого года. Садградская пристань, торжественная яхта с иконой праведного воина Федора Ушакова, и с его копией мы планируем пройти через Босфор, пролив, через Дарданеллы, пролив, и у Каринского канала будем собираться все вместе парусные и моторные яхты, и дальше выходим на Иоаннические острова. По плану мы посещаем три Иоаннических острова, на которых установлены памятники Федору Ушакову, и эту икону привезем в тот монастырь и копию оставим в том монастыре, где Федор Федорович как раз командовал и где размещался его штаб. Занятно, что именно это изображение Федора Ушакова может быть едва ли не единственным его портретом при жизни. Оно кардинально отличается от известного и привычного нам портрета Баженова, зато имеет сходство с медалью, подаренной адмиралу жителями Кефалинии. Федор Ушаков не потерял в боях ни одного корабля, и ни один его подчиненный не погиб. Фигура адмирала особенно значима для Севастополя. Его память увековечена в названии площади, в памятниках. Его образ является символом славы и победоносных традиций российского флота, и до сих пор вдохновляет севастопольцев. Он – святой покровитель военных моряков. Мария Олегина, Александр Устич, Севун Форум Бюро.